Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск программы «Республика» в студии Татьяна Трофимова о главных новостях прямо сейчас. Пока в Чувашии 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Под наблюдением находится 814 человек. Все, кто контактировали с зараженными COVID-19, сейчас находятся в обсерваторах. Это в первую очередь родственники заболевших и близкие контакты. Всего 42 человека. По данным Минздрава Чувашии, республиканский обсерватор организован в санатории «Лесная сказка» Чебоксарского района. Первых так называемых контактных туда привезли 2 апреля, вторую группу – четвертого. Анализы на коронавирусную инфекцию у них берут трижды – в первый день спустя неделю и под конец 14-дневного карантина. В результате вынужденных выходных уже вторую неделю в республике работают не все предприятия. Из-за распространения коронавируса закрываются больницы. Контролировать ситуацию и поддерживать экономику республики необходимо, отметил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Прежде всего, значит, по конкретным мерам поддержки бизнеса указ главы Чувашской республики фиксируем, что сегодня мы его должны подписать по мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Предлагаю на площадке данного штаба обобщать результаты мониторинга по направлениям экономической деятельности, которые в настоящий момент организованы межведомственными комиссиями при оперативном штабе предупреждения распространения коронавируса. То есть, эту информацию перевести прежде всего вот сюда, на экономическую площадку. Следующее. Проанализировать риски реализации инвестпроектов в отрасли сельского хозяйства. Сергей Геннадьевич, Вы говорили, там, проекты 112. Да, 190 проектов – это очень важные проекты. И мы здесь должны иметь чёткое понимание рисков и чёткое понимание возможных наших реактивных ситуаций. Ну и, конечно же, тут же принимать необходимые поддержки, если такие нужны, и мы будем обладать ими. Следующее. Значит, Ноздрякову, Михаилу Геннадьевичу и Матурину Ивану Борисовичу проработать вопрос о срочке лизинговых платежей в части общественного транспорта. Ну и иные меры поддержки. В Рио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о ежемесячной денежной выплате детям от 3 до 7 лет включительно. Мера 2770 рублей – это половина величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Мера поддержки адресована малоимущим семьям. За её назначением можно обратиться в МФЦ или подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг. По прогнозным данным Минтруда Чувашии, в республике выплаты будут получать порядка 38 тысяч детей. Поддержка медицинским работникам сейчас особенно необходимо. Находится в передовой борьбы с коронавирусом. Получили ключи от новых автомобилей. От имени ЕДСИ их вручила исполняющая обязанности секретаря регионального отделения партии Алена Аршинова. Ключи от новеньких автомобилей с символичной надписью «Спасибо врачам» Алена Аршинова вручила Новочебоксарской городской больнице и больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Ну что самое важное сегодня – это противостояние коронавирусной инфекции. Важно сохранить здоровье людей. А кто в первую очередь этим занимается – наши врачи. Поэтому «Единая Россия» приняла решение сократить свои расходы на выборы, на функционирование партии и купить машины. Эти машины передать врачам. Новые автомобили позволят медикам быстро перемещаться по городу, доставлять необходимые медикаменты людям на карантине, а также оперативно доставлять анализы в лаборатории. Такие, конечно, нехорошие события, которые происходят сегодня с миром. Но плюс в том, что они нас сплочают. Поэтому надо держаться вместе, и тогда мы все победим. Наша съемочная группа сегодня вышла на улицы города, чтобы узнать, как горожане соблюдают обязательные требования самоизоляции. Людей на улицах стало заметно меньше. Радует то, что все относятся к проблеме с пониманием. Но есть и те, кто не может не выйти. Дома, дома, каждый день дома. Вот этот кредит уже звонит, третий день, вот пошли. Не могли, все. Я на трудовую среду ходил, а сказали только по компьютеру. Я обычно не выхожу, я дома сижу. Скажите, пожалуйста, вы просто на прогулку вышли или как? В аптеку. Ну мы же, у нас уважительная причина. В МТС нужно срочно сходить. Что-то интернет завис. В отпуске. Дома сидим, только по делам. Телевизор, интернет и все. Главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 15.00. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова